Мы продолжаем работу форума. Сегодня говорят не только об историческом смысле культовых объектов. Внимание к их духовному значению. Тема конференции – объекты религиозного наследия. В зале представители разных конфессий. Плечом к плечу здесь они обсуждают, как сохранить великое наследие прошлого. Уникальные храмы, мечети, синагоги и дацаны. Они не просто мертвые памятники, а живые свидетельства этой реальной картины, многообразия нашей страны. Участникам конференции приветствуют духовенство республики и страны. С трибуны произносят слова приветствия патриарха московского и всеяруси Кирилла и обращения Кирилла Митрополита Татарстанского. Все мы являемся свидетелями того, как под воздействием ненависти и злобы, хитрых манипуляций над сознанием народов, некогда входивших в единое российское цивилизационное пространство, происходит разрушение памятников, свидетельствующих о нашей общей истории и культуре. Подвергаются опасности храмы и монастыри. Религиозные объекты других традиционных конфессий. И наша общая задача противопоставить этой разрушительной деятельности в свою созидательную. Участники конференции отмечают, история помнит много трагических моментов, когда храмы подвергались разрушению. Один из примеров приводит главный рабин республики. Чуть больше ста лет назад была закрыта единственная синагога в Казани. Не только в 90-е решение Ментимера Шаймеева ее вернули общине, а в 2000-х при поддержке Рустама Мениханова она обрела свой исторический вид. Когда отняли синагогу в общину, это не просто был боль тех людей, которые тогда ходили в синагогу, им закрыли. Это была катастрофа для следующего поколения, которая росла здесь и даже не знала, что у них есть прошлое. Здесь подчеркивают, с религией связаны почти 20% всех признанных мировых объектов ЮНЕСКО. Три из них находятся в Татарстане. Как известно, именно Казанский Кремль стал первым объектом республики, включенным в список ЮНЕСКО. Но, как сегодня вспоминают непосредственные участники событий тех дней, главным и решающим фактором стала как раз религия. Экспертов восхитили находящиеся в комплексе церковь и мечеть. Нигде и никогда в мире они не стояли так близко. Поэтому интересен и уникальный татарстанский опыт и опыт других регионов и стран по сохранению культовых сооружений, многим из которых не одна сотня лет. Мы были участниками многих конференций, особенно в Европе. Но впервые мы собрались в Казани. И мы чувствуем, что для всех нас открываются новые коридоры для общения. Мы можем услышать много разных мнений, провести насыщенные дискуссии. Это очень и очень важно. Отрадно, что такие представительные гости, они все-таки приехали, несмотря на ситуацию в мире. Потому что многие и не верили, что данное мероприятие могло случиться, произойти. Но вот мы уже видим, что лаше, как и все прошло прекрасно. И вдвойне приятно, что это происходит именно в Татарстане. Как заметили участники, помочь в восстановлении монастырей и храмов может включение объекта в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но одной из главных проблем по-прежнему остается неподпадание под нужные критерии. Так, для восстановления сохранившегося минарета конца 10 века, который был обнаружен в Казахстане, нет отдельной номинации. Историки ставят цель добиться ее создания. Рамиль Шайдулин, Танин Филатов, ТНВ, Казань.